Татьяна Литвинова Сталин жил в нашей квартире. Как травмы наших предков мешают нам жить и что с этим делать? Предисловие О наших непростых семьях и при чём тут Сталин, который давно умер. Эпиграф Так мы и пытаемся плыть вперёд, борясь с течением, а оно всё сносит и сносит наши судёнышки обратно в прошлое. Фрэнсис Скотт Фитцжеральд Великий Гэтсби И тогда ты понимаешь, что смертное причастие принято тобой сейчас не случайно. Через него, как через вновь обретённый дар зрения, ты видишь своё тело, свою память, свою судьбу как предуготовление. Наследство крови, наследство воспоминаний, наследство чужих жизней. Всё жаждет слова, ищет речи, ищет доисполнится, случится до конца, быть узнанным и оплаканным. Сергей Сергеевич Лебедев Предел забвения Бывает, что пережитые предками тяжёлые испытания сказываются на каждом последующем поколении семьи и существенно влияют на жизнь потомков. Такая причинно-следственная цепочка называется межпоколенческой трансгенерационной передачей. В аудиокниге, которую вы начали слушать, я расскажу о том, как происходит межпоколенческая передача травмы и как это может касаться каждого из нас. Я психолог с 19-летним стажем, и в моей практике встречалась немало случаев, когда разные семьи, не осознавая этого, передавали следующему поколению опыт пережитых проблем и несчастий. При этом может передаваться как ресурс совладания с трудностями, если членам семьи удавалось их преодолеть, так и психическая травма, с которой в семье пока не удалось справиться до конца. Психическая травма – это след в душе, оставленный событием, которое было для человека ужасным, непереносимым. Человек продолжает существовать и как будто нормально функционировать, но пережитое событие оставляет его в стрессе, не дает почувствовать себя в безопасности, ухудшает качество жизни. Условия, при которых травма перестает передаваться по наследству, будут описаны далее. Эта аудиокнига основана на моей собственной истории. Я расскажу о том, как я, потомок репрессированных, росла и развивалась в семье, на которую упала тень Сталина, и с чем мне пришлось столкнуться в родном доме. Приведу и много других примеров передачи проблем от одного поколения к другому внутри семьи. Многие из них не имеют отношения к сталинским репрессиям. В семьях потомков жертв репрессии действуют аналогичные механизмы межпоколенческой передачи, поэтому советую прослушать аудиокнигу всем интересующимся данной тематикой в том или ином аспекте. Я считаю, что вопрос о наследии и репрессии для нас чрезвычайно важен, так как сталинская эпоха оставила огромное количество травмированных семей. С детства я мечтала написать книгу и жила, фантазируя, что должна угадать, о чем она будет, та самая, моя. У человека, выросшего в семье с межпоколенческой передачей травмы, могут возникать фантазии о своей миссии. Французский психоаналитик Серж Лебовиси сказал бы, что такому человеку родная семья вручила мандат. Может, в моем случае это был мандат на то, чтобы рассказать правду о травмированной семье и о своей борьбе с трудным наследством. Идея книги формировалась нелегко и не один год. Несколько лет назад я узнала, что многие мои родственники и предки были репрессированы при Сталине. Стала искать информацию о репрессированных в моей семье, и события прошлого обрушились на меня как лавина. Уже хотелось написать об этом, но я еще не знала, как сделать так, чтобы книга была полезна многим, а не только отдала мне возможность излить душу. Когда замысел был еще смутным, я поделилась им с давней институтской подругой. Услышав о квартире, в которой живет дух Сталина, она спросила, «Твоими читателями будут подростки?» Сначала я удивилась, почему подростки. Потом вспомнила, что именно будучи подростком, в 13-14 лет я все время сочиняла истории о привидениях. Писала рассказы в тетрадках, иллюстрировала и давала почитать тем, кому доверяла. «Детство в родном доме было непростым периодом моей жизни, и интуитивным решением для меня стало удалиться в фантазии». Такое бегство иногда является формой психологической защиты ребенка, если реальная жизнь оказывается некомфортной или даже угрожающей. Вспоминаются герои известной серии книг Клайва Льюиса «Хроники Нарнии» о детях войны, вывезенных из города, которые постоянно бомбят. Эвакуированные, разлученные с родителями, они были, наверное, в ужасе, в смятении, боялись за родных, оставшихся дома. А мы, читатели, и не помним, что речь идет о Второй мировой войне, и вместо этого видим прекрасную сказку. В доме родственников дети находят портал, путь в волшебную страну. Нужно просто войти в платяной шкаф. Иногда фантазии становятся способом психологического выживания. Тогда они скрывают реальность, от которой человек бежит. «Хроники Нарнии» — сказки о борьбе добра и зла. Есть ли в них отголоски войны? Наверняка. Хотя на первый взгляд речь идет совершенно о другом. В детстве мне тоже было трудно, и я придумывала рассказы о привидениях. Как отразилась реальность в этих историях? Сейчас я уже могу предположить. Я росла в доме, где жила, оставаясь скрытой, память о сталинских репрессиях. Если бы туда вошли призраки моих предков, если бы я могла увидеть их лица, спросить, как их зовут, что с ними случилось, почему мне о них не рассказывают. Но дух Сталина, посредством заданных им установок и сформированных привычек, не пускал в дом эти призраки. Люди и их судьбы оказывались стертыми из памяти. Это был дом не с привидениями, а как раз без привидений. Их как ни зови, не дозовешься. Они вроде бы всегда рядом, толпятся, за окном, за дверью, но не могут войти. Зачем же их звать? Может, лучше не ворошить прошлое? Но я чувствовала. Я нашла, наконец, то, что нужно. Меня постоянно преследовала мысль, что я должна избавиться от чар, поскольку с детства я чувствовала себя, как будто заколдованной. Я росла робкой. Вроде не хуже других, но как будто ваковых. С возрастом застенчивые люди становятся смелее. Стала смелее и я. Но представление, что я какая-то не такая, никуда не делась. Я не могла понять, что же не так с моей родительской семьей. Все вокруг считали ее хорошей и благополучной. Но мне было ужасно неловко, если кто-то из друзей или одноклассников приходил к нам. Я стеснялась своей квартиры, не любила говорить о родителях, и даже будучи уже взрослой, долго еще боялась мамы. Что сделало меня такое? Что с нами было не так? Я искала разгадку, а ключи к ней оказались там, где я совсем не ожидала их найти. На самом деле, я задумывалась о своей семье задолго до того, как узнала ее трудную историю. Как-то раз в гостях у институтской подруги зашел разговор о детстве, и я сказала, что была очень плохим ребенком. Мама подруги удивленно спросила, в чем же ты была плохая? И тогда, в первый раз в жизни, я усомнилась в этом. Раньше мне всегда казалось само собой разумеющимся, что я – несчастье для своей образцовой семьи. Вскоре после этого случая нашелся первый ключ к разгадке тайны. Мне на глаза попалась статья в журнале, точнее, отрывок из книги Робин Норвуд, где перечислялись признаки женщин, которым не везет в любви. Первый признак – эта женщина выросла в неблагополучной семье, где ее эмоциональные потребности не удовлетворялись. Я считала родительскую семью благополучной и не стала бы это читать. Но мне было 28, и уже можно было с уверенностью сказать, что в личной жизни мне не везет. Тогда я вдруг подумала, может, это и вправду обо мне. Нашла эту книгу, стала читать. Через два года я обратилась к психологу, позже начала учиться на психолога сама. С тех пор прошло много времени, но всего шесть лет назад я получила второй ключ к разгадке тайны. В тот год, накануне 9 мая, мне вдруг захотелось поискать деда по материнской линии в интернете, в базе данных участников войны. Мне всегда говорили, что он пропал без вести. Я внесла в поисковую строку фамилию, имя и отчество, и дед сразу обнаружился. В базе данных – жертв политических репрессий. Он не пропадал без вести. Его арестовали на фронте по Сталинской, 58-й. Антисоветская агитация. Я привыкла считать свою маму человеком с невыносимым характером, и с тех пор, как выросла и покинула родной дом, по возможности избегала общения с ней. Но когда я узнала, что она дочь врага народа, мне стало очень жаль ее. Тогда я задумалась о том, что истории семей моих родителей имеют отношение к тому, какую семью построили они сами и как в ней теперь живется. Конечно, все это было взаимосвязано. Как психолог я знала, что это должно быть связано. Тогда я начала живо интересоваться историей предков, почувствовав, что здесь и кроется разгадка. Стала строить первое предположение о том, какие признаки пережитого родственниками и предками я видела ребенком в родной семье. Таких признаков оказалось очень много. Чем лучше знаешь историю семьи, тем отчетливее видишь, что именно в ее жизни повторяется. Словом, именно тогда я и заинтересовалась межпоколенческой передачей травмы. И однажды мне попался не то, чтобы еще один ключ, но очень хорошая поддержка в пути, на который я уже ступила. Мне снова вовремя подвернулась нужная книга «Беттани Уэбстер. Обретение внутренней матери». Благодаря ей мои мысли стали приходить в порядок, и это дало возможность сделать еще один решительный шаг. Я прочитала, что отношение матери к дочери зависит от состояния ее собственного внутреннего ребенка. На ее поведение с дочерью влияет пережитое ею самой в детстве в собственной травмированной семье. Я уже предполагала, что мамин детский опыт повлиял на то, какой матерью она стала. Как оказалось, Беттани Уэбстер написала именно о том, что я давно иллюстрировала примерами в своей книге, но пока еще не обозначила ясно. Травмированная мама иногда бывала ребячливой, как будто пыталась, хотя и с запозданием, получить нормальное детство, которого недополучила. Временами она испытывала панику, но чаще вела себя как абьюзер. Уэбстер отмечает, У травмированной матери дочь начинает чувствовать то, что чувствовала в детстве она сама. При этом происходит обмен ролями. Я представляла для мамы ее саму в детстве, а мама выступала в роли собственной матери и вела себя агрессивно. Также иногда мать видела во мне агрессора и жаловалась, что я на нее нападаю, то есть она снова становилась ребенком, а я представлялась ей матерью-абьюзером. Уэбстер написала именно об отношениях матери и дочери, и я была поражена тем, как она понимает мою историю. Я почувствовала огромное облегчение. Раньше мне казалось, что такая сумасшедшая ситуация была только в моей семье, что больше этого не испытал и не знает никто. Полученное подтверждение, что в жизни такое случается, причем очень часто, заставило меня перестать сомневаться и описать свой опыт. Это, наверное, один из самых драматичных видов межпоколенческой передачи травмы в семьях. Мать относится к дочери так, как когда-то относились к ней. Дочь, испытав то, что когда-то испытывала мать, в свое время будет воспитывать собственного ребенка и с большой вероятностью тем же способом передаст травму ему. Книга Беттани Уэбстер не об отцах и сыновьях, но мужчины, конечно, тоже могут получать в наследство межпоколенческую травму и передавать ее дальше. Это трудная тема. Да, иногда травмированный человек может стать абьюзером. Травмированным людям в жизни труднее, чем тем, кому судьба была более благосклонна. Часто они очень непростые люди, и их семьи — непростые семьи. Травма передается следующему поколению множеством способов. В действии, в словах — вербально, без слов — невербально, в эмоциональных реакциях на конкретные темы, затронутые в разговоре, в постоянном избегании каких-либо тем, в повторении из поколения в поколение одного и того же типа семейной проблемы. Иногда даже в возникновении одной и той же болезни. Что общего во всех этих видах передачи? Во-первых, все это — попытки справиться с чем-то невыносимым. Во-вторых, при таких попытках обычно избегают разговоров непосредственно о травме, потому что они мучительны. В-третьих, проблема, о которой не говорят, никуда не исчезает и передается неосознанно. В результате дети травмированных родителей живут в двух мирах. Это одновременно собственная жизнь современного ребенка и история его родителей. Так в жизни детей повторяются семейные ситуации, о которых они даже не знают. Люди часто думают, что если о тяжелых событиях в семье не говорить, то они не будут влиять на детей и внуков. Между тем происходит ровно наоборот. Сохранение информации втайне создает стресс, как постоянный фон, на котором разворачивается жизнь семьи. Конечно, проблемы, подобные рассматриваемым в этой аудиокниге, бывают не только в семьях потомков репрессированных. Но исторический период, массово травмирующий население страны, значительно увеличивает количество несчастных семей, создаваемых несчастными людьми. Наследие ранних лет СССР и сталинских репрессий до сих пор очень плодородная почва для произрастания множества личных и семейных проблем. Поскольку говорить о причинах этих проблем по-прежнему не любят, и на уровне общества и в семьях создается впечатление, что они взялись ниоткуда. Но говорить важно, и лучше знать, чем не знать. Все мы заслуживаем счастья. Чтобы история семьи не тянула нас на дно, а становилась источником благополучия, полезно понять, что именно передано нам, семьей и предками. Я надеюсь открыть слушателям путь к лучшему пониманию себя, откуда и почему мы такие, какие есть, одновременно слабые, потому что раненые, и сильные, потому что закаленные. Тогда мы сможем лучше узнать свои сильные стороны и эффективнее их использовать, а также принять и понять себя со своими слабостями и научимся лучше их контролировать. Следовательно, научимся быть в мире с самими собой. Я покажу, как сама постепенно пришла к этому, изучив историю родной семьи и постаравшись понять свой детский опыт. В аудиокниге использованы и чужие примеры, но имена в них вымышленные, все совпадения имен случайны. Итак, начнем. Я назвала главы по районам родного города Пятигорска, в которых жила в детстве и юности, чтобы обозначить периоды жизни в родной семье, когда постепенно передо мной разворачивалась картина пережитого этой семьей. Картина в кавычках, потому что в детстве я остро чувствовала жившие в семье страх и стресс, но не знала, где их источник. Именно так чувствуют себя люди в семьях, где есть серьезные тайны. Первый район — поселок Свободы. Конечно, Сталин уже тогда поселился с нами и твердо намеревался никогда не расставаться. Мы были квартирантами в очень тесной, саманной времянке, маленькой пристройке к хозяйскому дому. А Сталину было не привыкать. Он с советскими людьми и не в таких местах жил. Прежде чем продолжить, хочу обратить ваше внимание на задания в конце глав. Они маленькие и необременительные. С каждым выполненным заданием понимание роли межпоколенческой передачи в вашей жизни будет улучшаться, и у вас, возможно, появятся идеи о том, как двигаться по этому пути дальше. Вот первое задание. Задание для тех, кто хочет лучше понять полученный от предков опыт и правильно им распорядиться. Вы начали слушать аудиокнигу о межпоколенческой передаче «Травмы». Ответьте на вопрос «Почему?» Есть ли какие-то конкретные причины или обстоятельства, подтолкнувшие вас к этому? Если есть, назовите их. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует...